Всем привет! Часто может показаться, особенно рассматривая всевозможные шоу, где звезды дружно и весело проводят время друг с другом, что Голливуд в частности и мир кино в целом это одна большая дружная семья. И все в ней друг за друга горой, но конечно на самом деле это вовсе не так. И часто не только звездные коллеги, друзья, но и вся индустрия подло предает былых любимцев. Сегодня мы именно о таких и поговорим, и узнаем самые громкие и вопиющие предательства последних лет. Ведь не только своих героев, но и антигероев тоже нужно знать в лицо. Ну а начать мы сейчас просто обязаны с Джонни Деппа. И не только потому, что дело актера в данное время гремит на весь мир, но даже и потому, что оно стало очень и очень показательным в плане того, как быстро Голливуд в целом и отдельные его представители в частности отворачиваются от вчера еще обожаемых своих представителей. Естественно, все вы уже в курсе, что случилось с Деппом, как его обвинила бывшая жена. Потом после двухлетней опалы актер вроде как начал возвращать назад утраченную репутацию, когда общественность поняла, что в том деле все далеко не так однозначно. Но потом лондонский суд вынес свое решение, и вот здесь-то киноиндустрия раскрылась во всей своей красе. Первыми выступили Warner Brothers, которые сломя голову полетели отменять уже подписанный с Деппом контракт на съемки в третьих фантастических тварях. Причем заметьте, сами съемки уже начались, а Депп уже начал принимать в них участие, но это не остановило студию, как и тонны полетевшего в них негатива от поклонников Джонни, которые не понимали, что нахрен вообще происходит. Нет, эфемерная честь мундира Ворнеров все равно взяла верх, даже при том, что несмотря на все гонорар Деппу, а это минимум 10 миллионов долларов, Ворнер Бразерс все равно пришлось заплатить, а также перенести выход фильма еще на год. Короче говоря, ничего не скажешь очень показательно. Кстати говоря, тогда же отличился и партнер Деппа по съемкам Джуд Лоу, который единственным из всех участников каста вообще осмелился хоть как-то прокомментировать случившееся, но лучше бы он молчал, ведь риторика Лоу оказалась на уровне напуганного третьеклассника, а не мировой звезды. Партнер Джонни начал довольно несуразно рассказывать нам о том, мол, они актеры, люди подневольны, все решает студия, мы все ни при чем и так далее. В общем, красавчик, ничего не скажешь. К слову, и автор книг Джон Роулинг на этот раз тоже не стала на защиту Деппа, как это было в 2017 году. Видимо, писательница, чувствуя, что и ее личные позиции довольно слабые теперь, решила отмолчаться на этот раз. Хотя, честно говоря, именно ее поступок я бы прям предательством не назвал. В конце концов, Джон уже один раз отвоевала право Джонни сниматься в «Фантастических тварях». А вот все остальные его партнеры по фильму и боссы Ворнеров, конечно, предстали во всей красе. Не менее низко повел себя, кстати, и Дисней, тоже сперва отказавшись от Деппа, потом, когда чаши весов качнулись в сторону актера, дав понять, мол, капитана Воробья еще может и вернут, а потом, после решения в Лондоне, опять трусливо спрятавшись в кусты. Единственным, кто до последнего боролся за Джонни в команде «Пиратов Карибского моря», это был продюсер саги Джерри Брукхаймер, но, увы, один против всего Диснея, он оказался бессилен. Остальные же многолетние коллеги актера также предпочли сделать вид, что ничего не происходит. И подобное повторилось во всех других студиях. Голливуд сейчас почти что полностью закрыл свои двери перед Джонни Деппом. Ни одна крупная студия не решается сейчас набраться смелости, чтобы пригласить актера к себе, хотя, уверен, хочется этого многим, особенно с учетом того, что Депп уже снизил свои гонорары, но все-таки коллективное предательство оказалось сильнее. Хотя, если верить слухам, Universal вроде как-таки собирается предложить Деппу сотрудничество, но пока что никаких официальных подтверждений у нас нет. Да, ну и на уровне опять-таки разговоров судачит, что Роберт Дауни-младший тоже протянул давнему другу руку помощи, пытаясь выбить для Деппа место в третьем Шерлоке Холмсе. А также Тим Бертон может дать актеру роль в ремейке семейки Адамсов. То есть, конечно, прям всех под одну гребенку мы сейчас грести не станем. И все же, вышеперечисленные примеры пока не подтверждены, это первое. А во-вторых, они скорее являются исключениями, которые лишний раз доказывают и показывают, как Голливуд и все его звезды быстро предают неугодных коллег. Кстати говоря, раз мы уже упомянули Джон Роулинг, нужно вкратце сказать пару слов и о ней. Хоть автор Гарри Поттера, конечно, и не актриса, но она явно уже много лет является настоящей звездой Голливуда и признанным участником индустрии. Что ж, весной этого года все мы увидели, как быстро эта самая индустрия отворачивается от своих звезд. Когда после пары твитов Джоан, причем, как мне кажется, вполне безобидных, на которые писательница имела черт возьми право, ее вдруг начали отовсюду поливать грязью и кричать о том, какое она исчадие ада, но, конечно, самым вопиющим примером стало то, как экранные детки Роулинг, ставшие теми, кем они стали во многом благодаря именно ей, дружно кинулись осуждать свою маму Джоан, как они когда-то сами ее называли. Кто-то более обтекаемо, кто-то более явно и подобострастно толпе, но в стороне не остался никто, не говоря уже о том, чтобы наоборот поддержать автора книг. А уже, например, Эдди Рейдман и вовсе заявил, что Роулинг нужно убрать из продолжения фантастических тварей. Как вам такая заявочка? Короче, досталась тогда Джоан по крупной, из фантастических тварей ее все-таки не убрали, хотя, уверен, Ворнер с раз на этого бы хотели, но там стал вопрос авторских прав, а вот в целом индустрия кино и Голливуд показали свое нутро. И это я еще не говорю о слухах, что исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф, который, к слову, первым выступил с осуждениями Джоан, сказал, что готов вернуться в Поттериану, но только если Роулинг там не будет. Не могу сказать точно, правда ли это, все-таки информация неофициальная, но если это в самом деле правда, то, конечно, большего дна найти сложно. Еще один акт предательства, кстати, происходит прямо сейчас на наших с вами глазах с актрисой и профессиональным бойцом Джиной Карано. Вы, конечно, все прекрасно знаете ее по сериалу «Мандалорец», а также, возможно, знаете, что в последнее время Джина оказалась под настоящим огнем толпы. За ее абсолютно ничем не крамольные твиты, но которые возмутили некоторые самые щепетильные массы и понеслось. Так что на данное время, скорее всего, актриса доигрывает свой последний сезон в «Мандалорце», а далее, по слухам, Дисней, которые, как мы убеждаемся, первыми предают своих вчерашних звезд, уберут Джину из продолжения сериала, а ее героиня не получит отдельного спин-оффа, который ранее планировался. И что вы думаете, хоть кто-то из коллег Карана хоть как-то сказал свое слово, но как минимум из инстинкта самосохранения, ведь с ними через день может произойти то же самое? Нет, нет, и еще раз нет. С одним только исключением – Педро Паскаль. В своем инстаграме разместил пост с обнимающимся Мандо и Карой Дюн, подписав его «Дружба». Этим актер высказал поддержку своей партнерши, и все же остальные, как и ранее, делают вид, что их это не касается. Еще одним очень наглядным примером предательства, но уже не своих коллег, а индустрии в целом, можно назвать Хайдена Кристенсена. И даже если вы не очень помните это имя, лицо данного актера знакомо всему миру. Это, конечно же, знаменитый Энакин Скайуокер из трилогии приквелов. В начале 2000-х годов Кристенсен был признан одним из самых узнаваемых актеров нашей с вами планеты, и многие прочили ему просто блестящую карьеру. Более того, в перерывах между «Звездными войнами» Хайден снялся еще в некоторых лентах, где его игру очень высоко оценили критики, но вот в 2005-м вышла месть Ситхов, и сам фильм, и исполнителя роли Скайуокера, который, по сути, был мало в чем виноват и просто воплощал замыслы Лукаса, начали немилосердно травить, и, по сути, на этом карьера Хайдена окончилась. Как признался много позже актер, он искал поддержку у некоторых крупных голливудских киностудий, а также у своих звездных знакомых, друзей и коллег, но все отвечали одно – нужно подождать, нужно потерпеть, пока что тебя еще рано снимать, все ассоциируют тебя с Энакином. В общем, в результате, после трех лет подобных ожиданий, актер наконец понял звериные правила Голливуда, плюнул на все, купил ферму, женился и завел ребенка. К слову, Кристенсен до сих пор не называет никаких имен, не винит абсолютно никого лично, и говорит, что понимал карьерные риски, связанные с ролью Энакина, так что во всем виноват он сам, что, разумеется, делает Хайдену честь, но при этом не отменяет того факта, что Голливуд просто-напросто кинул свою звезду. И даже много лет спустя, в последнем девятом эпизоде «Звездных войн» кинобоссы не сдержали своих обещаний. Ведь исполнителю роли Энакина обещали некий флэшбэк, или что-то в этом роде, в общем, что он появится в последнем фильме «Саги о Скайуокере», на что актер дал добро, но Дисней и Лукасфильм в последний момент передумали, даже тут оставшись верными себе и своим антипринципам. Что ж, ну и напоследок, еще одна отвергнутая индустрия звезда, супергерой прошлых лет Тоби Магуайр. Несмотря на то, что свою карьеру он начал еще в далеком 1989 году, настоящей звездой мировой величины, Тоби стал после выхода фильма «Человек-паук» в 2002. Потом последовали вторая и третья части, которые просто подняли актера на небывалую высоту, временно поставив его в ряд с самыми успешными голливудскими звездами. Но, увы, счастье длилось недолго. Съемки четвертой части затянулись, и в результате фильм так и не вышел. По слухам, сам Магуайр чуть ли не умолял боссов дать ему возможность еще раз надеть костюм «Человека-паука», но те остались непреклонными. Тогда Тоби решил лично заняться кинопроизводством. Актер думал, что его связи и знакомства в Голливуде, а также популярность помогут на этом поприще, но, к сожалению, потерпел неудачу, и ни один из его проектов так и не взлетел. В общем, к 40 годам Магуайр остался без актерской карьеры, и, увы, без карьеры кинобосса, после чего он пропал с экранов, и теперь, по его собственным словам, занимается семьей и тратит заработанные почти что 20 лет назад деньги. Конечно, печально, учитывая то, что этих самых 20 лет назад актер был просто настоящим кумиром миллионов. Но, по словам Тоби Магуайра, Голливуд решил проучить его за самонадеянность и указать на свое место. Что же, циничный мир кинобизнеса проглотил с потрохами и этого актера, не оставив от него и следа. Что же касается некоторых других участников этого топа, я надеюсь, что они таки смогут выплыть из мутной воды. Ну а на сегодня на этом все. Кто хочет продолжение, пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх. Когда лайков будет больше 10 тысяч, мы обязательно выпустим вторую часть. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!